Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео о кормах для кошек и собак. Всё равно, у кого есть кошки-собаки, корма покупают. И только некоторые кормят, допустим, мясом. Опять-таки вопрос, каким? Потому что сейчас нахимичено всё. В общем, поговорим о здоровье. Это очень важная причина, главная болезнь кошек и собак. Тем, что люди кормят их своей пищей, то есть варёной и жареной. Не видовой, то есть не той пищей, которую они в природе. И от природы своей, в плане своей биохимии, должны потреблять. Конечно, говоря о том, что это хищники, безусловно, как бы они должны есть мясо. Всё правильно. Но вопрос-то в другом. И тут вот некоторые глупые люди сразу начинают выпендриваться, злиться насчёт того, что если я или кто-то говорит о веганских кормах для кошек, говорят, они хищники, какие веганские корма, это издевательство. Вы тогда, именно те люди, кто такое, глупые люди. Почему? Потому что дело-то не в названии и не в продукте отдельно взятом. Даже если он естественный, как бы, но только они-то ловят диких животных, и там совершенно у диких животных другая еда, качество того же самого мяса. И едят они в основном сначала кишки, ферментированную ту растительную пищу, которая в кишках, потом уже там мясо. И вообще дело в другом. Поймите, что любой продукт, пусть даже мясо, состоит из наборов витаминов, аминокислот, там жирных кислот и так далее. И поэтому дело-то не в продукте, а в составе. Это вы можете понять? Вот почему действительно промышленность работает, выпускают корма всякие там вискосы, крупные корпорации, там мировые эти промышленные гиганты для кошек, собак. Другое дело, что там мяса либо мало, либо практически нет, только супердорогих премиальных корма, которые там стоят гораздо дороже, чем наши корма. Значит, действительно там есть, но туда добавляют синтетические витамины и прочее. И это вареные жареные корма. В природе животные не едят вареную жареную пищу. При жарке, варке разрушаются витамины, многие там минералы, жирные кислоты и туда добавляют синтетические. Животное вроде живет, но потом возникают проблемы, болезни. Все те болезни, какие есть у кошек и собак, в основном вызваны именно химией в продуктах, вареной донатурированной пищей мертвой. Ну и, соответственно, вот, так сказать, отходом от природной образа жизни, оторванности от природы и, главное, здесь питание. Вода, конечно, на втором месте. Так, теперь. Я скоро зачитаю вам очень интересные письма от моих клиентов, которые покупают у меня, покупали, кормят своих кошек и собак нашими кормами. Наши корма – это веганские. И единственные в мире, я подчеркиваю, в мире, ни в Германии, ни в Англии такого нет сыроедной веганские корма. То есть, там нет термообработанных компонентов, там все продукты живые, они делаются из огромного перечня состава растений. Например, из амаранта, белок, определенные аминокислоты берутся, из конопли, из ядер берутся определенные белки. Там есть и турины В12, все там есть. Более 40 продуктов, разных продуктов, высококачественных, органических, пошло на создание этих кормов. Это сотни и даже тысячи элементов и их комбинаций между собой. Это с ней питанием создавали, с профессорами-академиками долгие годы. И выпускаем уже около 10 лет, поколения выросли на этих кормах. Проходят болезни, которые не могли ветеринары вылечить. Никаким образом, и это просто вот факты, которые вы можете услышать. Я вам ссылки еще под этим видео оставлю на те видео о кормах, которые выходили у нас раньше. Не поленитесь, посмотрите, послушайте то, что люди сами рассказывают, потому что посчитали это просто как вот за зов сердца. Значит, выразить благодарность и поделиться радостью своей. Потому что это проблема, когда болеют животные. Это даже не люди, не дети сказать ничего не могут. И это мука для хозяев, которые их любят. Вот если вы любите своих кошек, собак, или тогда кормите. Только не покупайте химию из продукта, вот эти промышленные корма. Но покупайте тогда уж мясо, если для вас вопрос там не важный, не этический там. Потому что для многих это этический вопрос, почему веганскими в том числе. Но тут главный состав. Помните, тюбики для космонавтов. Там что? Там тоже не курица или не что-то. Потому что там состав, там важен состав. Там просто учитывается. Ну, плюс вкус. Понятно, туда добавляются определенные вещества, чтобы был еще вкус приятный. Я имею в виду вот эти тюбики для космонавтов, где в малом объеме, огромный объем питательных веществ. Потому что все это рассчитано. И так дело именно в составе, а не в том, что это за название продукта. Да? И так я скоро буду зачитывать вам эти письма и комментировать, и пояснять очень важные моменты. И обязательно это видео до конца досмотрите, если вам, конечно, дороги ваши питомцы. Кстати, что касается кошек, например, то вообще уже говоря о естественной пище, для них это мыши. Вы можете покупать чистые лабораторные, чтобы не подцепить чумку или какую-то там инфекции паразитов. Паразитов не пойми каких мышей с улицы, а лабораторных. Это будет гораздо дороже, чем любой самый дорогой корм. И плюс перепелки. Я знаю таких людей. У меня знакомы были, которые вот прям перепелки кормят. Там у кошек вот. Но это гораздо все дороже. Это можно, да, безусловно, так. Можно. Можно, конечно, и всяким не пойми чем из магазинов. Это понятно. Как и люди все это то же самое едят. И что? Плохо, что? Болеют практически все. И болезни молодеют. И рак уже у детей. И у кошек, и у собак. Так что это ненормально. Я понимаю, себя успокаивать не надо. Ложью, по крайней мере. Всегда я призываю вас к этому. Будьте честны перед собой и другими. И слушайте голос разума. Это я просто почему так говорю? Потому что очень много протестующих людей всегда. Глупых, недалеких. Которые не аргументы приводят, а хотелки свои. Желания. Итак, поехали. Я бы хотела поделиться своим опытом. Честно была. Скептически настроена. Но мучается котик уже полтора года. То ли от аллергии, то ли что-то пошло после кастрации. Ну, разумеется, там изменение гормонального фона и обмена веществ, конечно. Думаю, все вместе. Были ни в одной ветеринарной клинике. Что только не говорили, сколько кормов не перепробовали. Но одно поняла. Только сейчас на курицу и рыбу у кота однозначная реакция. И все корма точно не подходят. Так как остается проблема. Чешца, периодически язвочки на губах. Меня уговорили заказать попробовать наш корм. Первое, что заметила, заблестела шерсть. На второй день смешивание со старым кормом своим, ну, плавно перевести правильно надо на наши корма. Там 2-3 дня достаточно. Более чем можно и сразу, в принципе, ничего страшного. Ну, можно перевести плавно. Наладился стул. И реально, что многие пишут, потому что многие об этом писали, перестало пахнуть от испасти кота. Вот я вам говорю. Есть у нас 2 кота Мейн-Куна. Ну, кошка и кот. Кошка, девочка, чуча ее зовут. Вот она подходит, ложится на живот, когда лежишь. Вот так вот смотрит. Ну, она такая, лизаться хочет, я ей не даю, но ее глажу, чешу, и она так лапами скребет. Потому что вот нос, что называется, прям картул-то у нее. Вообще не пахнет. То есть, вообще. От котов, действительно, знаю, люди говорят, мы не знаем таких проблем, да? Кстати, тут-вот-вот-вот-вот болезни. Вообще ничего нет. И еще, не буду забегать вперед, очень интересную штуку. Ладно, потом расскажу. Так вот, перестало пахнуть. Я удивлена, честно. Я полностью согласна, что в обычных магазинах корма одна химия. Далее. Уже 2 года покупаем ваш корм для кошки с почечной недостаточностью. Довольны? Рекомендуем знакомым. Все 3 виды наших кормов есть для стерилизованных кошек. Ну, они как раз подходят идеально у кого с почками проблема. Но и крупные кормы, мелкие. 3 вида кормов. Вот я кормлю 3 миски и едят сколько угодно постоянно. Но одна, почему, очень мало. Вот чуча Мики наша, или там я его крепышно зову, котяра, я покажу вам его. В общем, шерсть, это просто это. Все говорят, это на выставку кота, конечно. Ну, видите. Огромный. В общем, с места на 2 метра прыгает. Хотя его масса, там килограмм под 10. Так вот, он ест, вот он ест вообще просто, вот, я не знаю, там 20 раз в день. Постоянно ест. Никакого ожирения боялся. Сначала ограничили, потом как-то, в общем, вообще нет. Вот наши корма, с них даже при большом, большем, чем надо потреблении, никогда не будет каких-то вот ожирений и нарушений обмена веществ. Вот в том-то и уникальность еще этого корма. Во-первых, КПД усвоение почти близки к 100%, потому что там корма, все, понимаете, вот те же невысокомолекулярные белки, а белки в виде аминокислот. Но всех, включая все незаменимые, там и турины, и витамины B12, омега-3, и ПК, ДГК, все, что угодно, вы не назовете, все в идеальной пропорции для именно кошек. Другие, вот и для собак. Да? Так, идем дальше. И еще пару слов о цене. Попробовали ранее интереса купить итальянский веганский корм. Да, конечно, сравнивать с каким-нибудь вискусом, это просто, ну, это бред. Вот, итальянцы со всеми возможными значками, органик и так далее. По цене, ну, это было тогда, когда эти корма еще в России было, письмо вот это старое. По цене за килограмм по акции со скитов вышел, так же, как корм Фролова. При получении, в первую очередь, обратила внимание на запах. Мне показалось, что пахнет он кормом для рыб. Плюс цвет, мне показалось каким-то бледным. Но это речь идет про вот этот итальянский. Дальше я его сама попробовала, вкус оказался пустым, то есть никакого вкуса, просто какие-то сухари. И это за такие деньги, просто сухари. К слову, корм Фролова, наоборот, не очень насыщенный вкус. То есть, она попробовала, и многие люди едят наш корм, потому что это полноценнейший, по сути, корм, но он как бы не считается, понятно, для людей, мы не можем позиционировать, но там есть все, что надо. Цвет, запах, иногда я сама могу есть горсть, другую, и организм чувствует, что в нем есть что-то, что нужно мне, конечно, потому что дефицитов у людей много, а там этим кормом устранить можно, ну, практически любые дефициты. То мне он начинает казаться очень аппетитным. На вкус человека он, конечно, так себе, но главное, что вкус у него очень насыщенный, а не просто сухарь. Ну и самое главное, кошка даже не стала пробовать этот самый итальянский корм, а кот съел на пробу пару гранул и пошел заедать кормом Фролова. Так мы выкинули 4 килограмма итальянского корма на помойку. Интерес попробовать что-то новенькое пропал раз навсегда. Да, скажу вот честно, да, наперед, что бывают такие случаи, когда, например, наш корм сразу есть не начинают. Бывает, честно сказать, потому что у кого? У тех людей, кто подсел, ну, своих животных подсадил на вот эти всякие, не будем называть марки, по понятным причинам, на промышленные химические корма, потому что туда добавляют такие вещи, которые как наркотик пристращают к этому. Вот этот дешевый корм, они чем там выходят? Это просто, даже не субпродукт, там половина химии и специальные добавки, чтобы, ну, понимаете, чтобы кошечка или собака орёт, человек покупает, а не миллиарды получают. Вот так. Юрий Андреевич, какое интересное видео, у меня кошечка уже год на вашем корме, только ещё сырое мясо ест, не может полностью отказаться, ведёт к холодильнику, трётся, просит мясо, но запаха у неё уже нет, только иногда кал с запахом, ну, не ели бы мясо вообще. Но когда много мяса в рационе, ну, естественно, об этом и речь идёт, даже у хищников, у кошек, всё равно мясо, всё равно идёт гниение в любом случае. Вот как мы видим, просто по факту, констатируем факт. Спасибо огромное за такой корм. Кошке 13 лет, любит играться, побегать, а раньше уныло лежала с потухшим взглядом. Знаю, тут будут сейчас писать, всегда пишут. А у меня кошка ела только там мясо или головы куриные, прожила 20 лет или 22. Прекрасно, прекрасно, очень повезло, очень повезло. А тысячи, сотни тысяч кошек, собак, лежат, гниют, болеют, и не только потому, что их кормили каким-нибудь там комбикормом промышленным. На разных кормах, на разных, разные обстоятельства. Но только если бы вы этим кормом кормили, ваша кошка прожила бы 30 лет, 35 лет прожила бы. По крайней мере, у неё был бы шанс прожить столько. Или у собаки дольше, чем собаки живут. Значит так, наши корма, если захотите вы их купить, покупать, ссылка на них, на корма, наши, вот эти, оставлю вам прямо под этим видео. Отличный корм, кормлю своего Йорка 2 года, собаке 10 лет, скачет как молодой, благодарю. У вас такой корм по составу, что и людям потреблять полезно. Да, абсолютно. Многие потребляют, об этом пишут, как добавку. Раньше я кормил кошку мясом, на творог она нападала, категорически нельзя, категорически. Траву ела, цветы, почти всё на даче. Пахло всегда ромашкой, почему-то шерсть была замечательная. Сейчас уже на корме Фролова год кормлю. После кормления котят не очень шерстью было, а с корма, ну, Фролова, нашего, сразу восстановилась, за неделю, точно. Сейчас котёнка опять родила, большой, здоровый, не тупой. Вот ему полтора месяца, но корм не ест, ну, понятно, пока. Кошка кормит, ну, у неё всё нормально, кошке 4 года, три раза рожала, но очень сильная, наполовину сибирская, настроение у неё хорошее, с котёнком бегает, ну, отлично. Далее. Ничего не дорого, это кто пишет дорого. Слушайте, послушайте, а как это вы чё, с химией хотите сравнивать? Да, вменяемые ли вы люди, если вы хотите наш корм, который в разы по себестоимости затратнее по отношению к розничной цене, чем любые промышленные корма, ну, просто в разы, там, грубо говоря, там копейка себестоимость продают по 5, у нас там, условно говоря, там 3,5-4 продаём за 5, понятно, да? И потом, естественно, конечная цена будет выше, а потому что, а как? А как может быть? Это то же самое, что сравнивать, ну, условно, там, это некорректно, тут про здоровье речь, но, грубо говоря, Запорожец с каким-нибудь там премиальным Мерседесом. Ну, себестоимость выше там или нет? И почему? Объективно нет. Ну, вот тут то же самое, объективно люди сравнивают, я поражаюсь. Пишет человек, ничего не дорого, у меня собаки, Йорк раньше ел, типа, премиальные, по больницам шарились, кучу денег отдавали, да, это ещё люди не учитывают, этот ест с удовольствием наш, и скачет, как молодой Юрий Андреевич, продолжайте, и водородная вода, кстати, собакам, так же полезна, как нам, безусловно, и кошкам, и собакам, поите водородной воды. Слушайте, дорогие друзья, кто ещё не в теме, посмотрите моё видео, хотя бы вот, где я с коллегой всё объясняю, ну, год назад оно вышло от даты выхода этого видео, это основополагающее видео, посмотрите его, если захотите приобрести приборы, тут оставим тоже ссылку, и на видео, и на сам прибор персональный генератор водорода, и на проточные системы, две ссылки. Нужно давать? Нужно, конечно, в идеале. Купила у вас Аквапен, да, сейчас уже, потом прошёл Неопен, сейчас уже УВПен, это новое поколение, но, как и всё там, как и компьютеры, как и машины, выходят новые поколения, чем-то они лучше, эффективнее, КПД выше, вот сейчас есть УВПен персональный генератор водорода, ну, и три модели проточных, лучшие, что есть. В общем, купила вот этот Аквапен, это ещё позапрошлую модель, не нарадуюсь, но это отдельный отзыв. Так, идём дальше. У кота, шотландец, были проблемы с почками, ну, это у многих котов, кошек, вот такие проблемы, значит, почечная недостаточность, две трети мочевого пузыря было в песке, коту давали жизни пару месяцев, но через год лечения гомеопатии плюс корм Фролова, как по сроку понимаете, улучшения начались сразу, так как через год УЗИСТ не поверила своим глазам, увидев, как мочевой очистился на 100%, и все камни из почек исчезли. Коту, к слову, на тот момент было 9-10 лет, прожил ещё два года, вместо пару месяцев, ну, потому что понятно, что были проблемы, и сейчас у нас два Майн-Куна, у меня тоже два Майн-Куна, одна по приезду в Нождом моментально отказалась от всех мясных кормов, которые нам давали заводчики, стала есть только корм Фролова, мы тоже с самого начала маленьких, когда котят взяли, нашими кормами стали, и с того момента она на 100% веганка, ну, то есть наш корм любит, правда, хурму, финики, вот я не советую, это не еда кошек, там сахара, это вообще для людей это нежелательно, а для кошек не кормите этим, мой вам огромный совет, веганские вкусняшки со стола, это если бы, ладно, там овощи сырые и какие-то зелени, это да, но это не надо, а вот мясные вкусняшки для животных, даже самые дорогие на рынке, она отказывается даже пробовать, ну, тут тоже бывают отказы, бывают нет, но вот те, которые не испортились на химических кормах, они вот это чувствуют, и они наш корм будут есть, а не вот эту химию, ну, если дашь им в первый раз, потому что, хотя, конечно, туда такое добавляют, это как для людей, вот тоже в корма, в еду упакованную разную, там порой такое добавляют, ну, ладно. Второй переходил сложнее, так как заводчики кормили 100% сырым мясом, но перешел и теперь довольный, сразу преобразился, внимание, из-за блесшего подстрелыш превратился в настоящего грациозного мейн-куна, но есть еще одно но, это к тому, что еще, кстати, в мясе далеко не всегда есть все необходимые компоненты, что это, извините, не оленина дикая, какая-то добытая в лесу, а чем кормили этих животных, понимаете? Но не к корму, а к особенности породы, которую стоит учитывать при кормлении этим кормом из-за их стремительного роста, к примеру, не один, а там, до 3 килограмм за год, а с 1 до 6 за год он растет, мейн-кун, ну да, и предрасположенности к проблемам с костями, кстати, у мейн-кун еще предрасположенность к стенокардии, к проблемам сердца, и это надо учитывать, там должны быть повышенные таурины, определенный аминокислот, но нашего корма хватает. Плюс, если животное будет стерилизованным, им нужно добавлять в рацион дополнительно БАДы, направленные на здоровье костей, особенно первые полтора года, так как корм без усилителей вкуса едят, они его в меру, но мы ничего не добавляем, тьфу-тьфу-тьфу, но из-за особенности породы, могут не добирать определенных минералов, микроэлементов, так как у нас получилось. По рентгену видно, что костям не хватило кальций в период активного роста, но все это исправимо, а в остальном, по состоянию кошки ветеринар была очень довольна, главная проблема домашних мэн-кунов это вес, а наши в своем идеальный весик, слово от себя, там о шерсти, шерсть у них всем заводчикам на зависть, вот это все отмечают наши покупатели, что шерсть у кошек-собак, ну а это показатель здоровья, они всегда мягкие, пушистые, ни слова на сальность, вот это я не понял, но видимо имеет то, что сальности нет, а ведь это проблема у всех кунов, у них вечно сальные, грязные хвосты, от этого постоянно, постоянно моют, чешут, отсыпают тальком, кстати, нашего вот, например, кота, мы вообще практически не моем, он всегда, как после мытья, то есть такой пушистый, мягкий, такой, ну у него не очень длинная шерсть, просто как вот бывает у некоторых, у природных форм, там он черный, а у серых, пестрых вот этот черепашек, там прям такой мягкий, там конечно и путаются часто, а у этого прям вообще, вообще расчесывать даже не надо, мы же своих даже не моем, вот так как они прям пушистые, вот, вот что я и говорю, а еще у них всегда чистые глаза и нос, никаких соплей, да, почему я так уделяю внимание описанию у нас этой породы, а все потому, что мы, когда приезжаем на выставки, то внешний вид только, что промытых ухоженных котов, которые сидят у них на мясе и костях, да, ведь сейчас у заводчиков тренд на натуралку гораздо хуже наших, без какого-либо мытья и ухода, то есть на наших кормах, это объективно так, объективно, вот, это видят все, и все это к слову о том, что корм фролов дает результат не только по здоровью, но и изменения, ярко выраженные внешние происходят, и им стоит начинать корбить любимцев, не когда уже появляются проблемы, а это вообще идеально, а тогда потенциал жизни будет больше, чем вообще в принципе в среднем живут при идеальных условиях, еще выше, а с первых месяцев из жизни, а даже как можно раньше, ну и последнее, добрый день, Юрий Андреевич, у меня два кота Мэйн-Кун, тоже ваш корм, один килограмм съедают за 4 дня, это у меня тоже так, нормально или у них аппетит повышенный, ну повышенный, конечно надо меньше, конечно, да, у нас, дорогие друзья, под каждым кормом есть там нормативы кормления, ну нормы, которых хватает физиологически животному, кошке и собаке, кстати, там есть состав полный, почитайте, у вас вроде тоже Мэйн-Куны, да, у меня тоже, я говорю, я прям ставлю 3 миски, подсыпаем 2 раза в день, они съедают, вот у нас кошечка ест прям мало, ну она по природе так вот, немного ест такая аккуратная, культурная, интеллигентная Мэйн-Зэм, а он прям хомячит так, что как в 5 раз больше, чем она, ну он побольше, конечно, сам по себе, но это не жир и ничего, я говорю, идеальное просто состояние, ну примерно так, напомню, значит под этим видео будет ссылка на наши корма, для кошек и собак, заходите, выбираете, покупаете, отправляем, да, мы отправляем любые наши товары, не только корма, вы вообще посмотрите, у нас более 600 видов продуктов уникальных, для человека, конечно, там, ну уже, да, товаров там разных для здоровья, БАДов и приборов уникальных и так далее, и все это мы отправляем в любые города России, страны мира, ну вот, где есть почта России, я имею в виду страны мира, ну а по России там и ЛСДКом, другими транспортными компаниями, и соответственно, будут видео оставлены под этим видео, вам, которые я вам очень советую посмотреть, оставим ссылки на разные видео по кормам, которые выходили на этом моем канале, захотите, посмотрите, так, ну, пожалуй, наверное, все, по-настоящему, Продолжение следует...